Пенсионную систему ждет новая реформа. В 2017-м повысят уровень базовой пенсии. В зависимости от стажа работы ее размер может достигать 20 тысяч тенге. Годом позже дополнительные 5% от дохода сотрудников в пенсионный фонд начнут перечислять работодатели. Накопленная таким образом сумма позволит обеспечить население пожизненными пенсионными выплатами. Но несмотря на такие радужные перспективы, часть вкладчиков ищет способы использовать свои накопления раньше положенного срока. Возможно ли это? Спросим у Жанны Рахимжановой. Спасибо, Наталья. Да, это вполне возможно за счет покупки пенсионного аннуитета. Услуга с каждым годом вызывает все больше интерес у населения. И неудивительно, ведь аннуитет позволяет получать свои накопления на 8 лет раньше официального выхода на пенсию и пожизненно. Но, как и в любой системе, у этой есть свои плюсы и минусы. О них подробнее сегодня в Народном капитале. Добрый вечер. Пенсионный возраст мужчин в Казахстане наступает в 63 года, а у женщин в 58 лет. Раньше этого времени получить из фонда свои накопления возможно только одним способом – покупкой пенсионного аннуитета. Финансовый продукт на рынке предлагают 6 компаний по страхованию жизни. Он позволяет получать выплаты на 8 лет раньше наступления пенсионного возраста. Например, мужчинам аннуитет доступен с 55, а женщинам с 50 лет. Несомненный плюс этого финансового инструмента в том, что человек получает пенсию до конца своей жизни. Тогда как выплаты из пенсионного фонда прекращаются по достижению вкладчикам 79 лет. Но и доступный аннуитет назвать сложно. Мужчинам, чтобы заключить договор со страховой компанией, нужно иметь на счету не меньше 5 миллионов тенге. А для женщин услуга почти на треть дороже. Такую разницу эксперты объясняют уровнем продолжительности жизни. По данным агентства по статистике, представительницы прекрасного пола живут на 10 лет дольше. По пенсионному аннуитету выплаты производятся человеку пожизненно. И, соответственно, компания берет на себя риск того, что человек проживает дольше, чем средняя продолжительная жизнь. Как такового права наследования у пенсионного аннуитета нет. Чтобы в случае смерти накопления не перешли страховой компанией, вкладчик может установить так называемый гарантийный период. В течение этого времени, в случае ухода его из жизни, наследник получает выплаты в том же объеме и с той же периодичностью, что и сам клиент. Наша компания предоставляет гарантийный период от 10 до 30 лет в зависимости от суммы, которую приносит клиент. Например, стоимость аннуитета для мужчины 5,2 миллиона тенге. Если в пенсионном фонде у него накопилось больше, то и на оставшуюся сумму он может приобрести 10 лет гарантийного периода. Если сумма накоплений выше 6,3 миллиона тенге, то гарантийный срок увеличивается до 20 лет. И, соответственно, за 7,8 миллиона клиент получает 30 лет. Чтобы заключить договор пенсионного аннуитета, необходимо заявление, выписка с пенсионного фонда, копия удостоверения личности. И в течение пяти дней сумма переводится с ЕНПФ на счет компании по страхованию жизни. Кроме того, клиент сразу же получает на руки единовременную выплату. Например, если объем накоплений меньше 7 тысяч месячных расчетных показателей, то есть 13 миллионов тенге, компания выдает 10% от этой суммы. В данном случае 1 миллион 300 тысяч тенге. Если же на счету больше 20 миллионов, клиент получает 20%, около 4 миллионов тенге. Выше этого уровня выплата составит уже 30%. Оставшиеся деньги вкладчик получит по выбранному графику. Ежемесячно, ежеквартально, либо раз в год. Выплата не может быть любой. Она может быть больше, но не может быть меньше, чем минимальная пенсия. Предусмотрена индексация. Индексация этих выплат. Каждый год выплаты увеличиваются на 5%. Это для того, чтобы минимизировать последствия инфляции. Стоит отметить, что после заключения аннуитетного договора накопления попадают под защиту фонда гарантирования страховых выплат. И в случае банкротства страховой компании деньги вкладчику вернут. Также один раз в два года клиент имеет право менять страховую компанию. Однако вернуть деньги обратно в единый пенсионный фонд невозможно. Впрочем, эксперты говорят, как бы ни казался аннуитет привлекательным, у этой услуги относительно узкий круг клиентов. По данным Финпотребсоюза, средняя величина накопления на одном пенсионном счету в Казахстане чуть больше полумиллиона тенге. А это уже в 10 раз меньше минимальной стоимости аннуитета. Пожалуй, самые богатые пенсионеры в мире – это бывшие президенты. Так, по некоторым данным, лучше всех, находясь на заслуженном отдыхе, обеспечен экс-глава Германии Хорст Келлер. Ежемесячно он получает 23 тысячи долларов. Далее в списке бывшие президенты США. Пенсии Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона составляют по 16,5 тысяч долларов на каждого. 15 тысяч получает экс-лидер Франции Жак Ширак. Почти 7 тысяч условных единиц из российского бюджета ежемесячно перечисляют Михаилу Горбачеву. На сегодня об экономике все. Наталья. Спасибо, Жанна. Продолжение следует.